Добро пожаловать на канал HardRessetInfo. Перед нами находится устройство Auketelo T11. И сейчас мы вместе с вами будем настраивать клавиатуру. Итак, открываем настройки, далее проходим в раздел «Система». Выбираем клавиатуру, далее «Экранная клавиатура» и «Gboard». Можем начать с языков. Здесь мы можем добавить языки, нажав «Добавить клавиатуру». Выбираем язык, нажимаем «Готово». Также, если вы хотите, наоборот, удалить язык, нажимаем на карандашик в правом верхнем углу, выбираем «Языки», которые хотим удалить, нажимаем на значок корзины. Возвращаемся. Переходим в настройки. Здесь мы можем добавить или убрать ряд цифр. Также можем показывать переключатель «Эмоди» и переключатель языков, либо что-то одно. Также можем разделить раскладку с поворотом клавиш и можем включить звук при нажатии клавиш, а также настроить громкость. Я обычно отключаю звук. Можем также включить и настроить вибрацию, то есть силу вибрации можем настроить, я обычно ее отключаю. Можем увеличивать при нажатии. Также можем включить долгое нажатие символы и настроить длительность долгого нажатия, но я советую меньше 300 не ставить, потому что будет сложно печатать. И можем настроить чувствительность к касанию. Далее переходим в темы, здесь мы можем выбрать любую тему, то есть цвета, либо по умолчанию, либо нажать на плюсик. И здесь уже выбрать фотографию из галереи и установить ее на тему клавиатуры. Переходим в исправление текста, здесь мы можем включить строку подсказок и также можем включить подсказывать слова. Далее можем включить фильтр нецензурных слов, а также предлагать контакты, но для этого нужно разрешить доступ к контактам. Также можем включить или выключить автоисправление и вместе с автоисправлением можем включить функцию Backspace отменяет автозамену. То есть если автоисправление исправляет вам ошибку, опечатку, то нажимая на клавишу удаления у вас возвращается то слово, которое вы напечатали. Также можем включить пробел после знаков припинания, но эта функция доступна только при выводе на английском, но если вы печатаете на английском, то это очень удобная функция, как по мне. Далее можем включить или выключить заглавное автоматически, я обычно выключаю. И также можем включить точки автоматически, то есть после двойного нажатия клавиши пробел ставится точка. И можем включить проверку правописания и грамматики. Дальше можем перейти в непрерывный ввод и здесь мы можем его включить либо выключить. Также можем включить либо выключить функцию рисовать линию при непрерывном вводе. Также можем включить или выключить удаление жестом, то есть проводя влево от клавиши удаления у нас будут стираться слова. И управление курсором, то есть проводя пальцем или вот этой штучкой по пробелу можно перемещать курсор. Дальше можем перейти в голосовый ввод, мы его можем тут включить или выключить. Также можем включить или выключить ускоренный голосовой ввод. Далее буфер обмена у нас здесь есть. Мы можем показывать недавно скопированные тексты изображения на панели с подсказками. Также можем показывать такие элементы, как адреса и номера телефонов в скопированном тексте. Я обычно это отключаю. И можем сохранять недавние скриншоты в буфере обмена. Дальше. Словарь. Переходим в личный словарь, выбираем язык. Нажимаем на плюсик и здесь мы можем ввести слово или выражение, например, с наилучшими пожеланиями. Вот. Дальше. Ну и дальше, в общем, мы вводим сокращение для этой фразы. И таким образом, когда мы будем вводить вот это сокращение, у нас будет заменяться это сокращение на полную фразу. Или слово. Вот. И так можно добавить какое-то количество слов на различные языки. Дальше. Эмоди стикеры и гиф. Здесь мы можем включить панель быстрого доступа к эмоди, а также эмоди на клавиатуре символов и эмоди с аппаратной клавиатуры. Также мы можем включить кнопку для добавления нескольких эмоди. И можем включить подсказки при вводе контента, а также подсказки при вводе текста. Вот. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!